всем привет меня зовут мария мироневич и вы на канале как похудеть сегодня я с вами поделюсь целыми пятью рецептами вкусных простых начинок для рулетиков из лаваша конечно же каждая хозяйка обязательно готовит такое блюдо у всех своей рецептики поэтому обязательно делитесь в комментариях а я поделюсь своими любимыми именно теми которые любят в нашей семье надеюсь вы эти рецептики возьмете себе на вооружение и они украсят ваш праздничный стол ну что начинаем готовить все очень просто для первой начинки я почистила уже измельчила целое авокадо отправляю его в чашу блендера к авокадо я добавляю чайную ложечку лимонного сока перчу по вкусу это баночка тунца он в натуральной заливке без масла как вы видите жидкость я оставила для того чтобы наша начинка лаваша была сочной и начинаю блендерить вот такой нежнейший крем из авокадо и тунца у нас с вами получился на самом деле это можно съесть уже сейчас и как вариант использовать на бутерброды будет тоже очень вкусно лаваш я уже расстелила можно так сказать и с помощью лопаточки наношу наш крем из авокадо и тунца на всю поверхность лаваша вот такими щедрыми движениями чтобы наш рулетик был вкусным сочным и конечно нарядным следующий слой это маслины и оливки я их порезала на кружочки вот так получается красиво еще я тоненько нарезала салат посыпаю все сверху салатиком посыпаю тонко чуть-чуть присыпаю можно так сказать для того чтобы наш рулетик хорошо завернулся теперь всю эту красоту накрываем вторым листом лаваша немного приминаем рукой и начинаем сворачивать наш красивый праздничный рулет действуем аккуратно для того чтобы лаваш не порвался вот такой пухленький красивый рулетик у нас получился сейчас я его оберну пищевой пленкой и отправлю в холодильник а мы с вами продолжим готовить вкусняшки начинаем готовить второй рулетик первый был с рыбкой а второй будет с курочкой здесь у меня 250 граммов измельченного отварного куриного филе курочки я добавляю чеснок у меня 4 зубчика вы добавляете или не добавляете по вашему вкусу добавляю 3 ложки сметаны для того чтобы наша начинка была не только вкусной но и сочной перчу по вкусу добавляю 70 граммов измельченных грецких орехов вы можете использовать любые орехи которые вам нравятся и еще 70 граммов чернослива я его помыла и немножечко порезала перемешиваем нашу начинку для того чтобы она стала однородной кстати сейчас по мере перемешивания я посмотрю возможно нужно будет добавить еще немного сметаны все зависит от того какая вас курочка какая сметана можно добавлять немного больше тут все по вкусу мне хватило трех ложек сметаны начинка получилась плотная и сочная и конечно очень ароматная благодаря чесноку давайте скорее делать рулетик отправляю на лаваш нашу аппетитную начинку из курочки посыпаем листьями салата вы можете использовать любую зелень которая вам нравится есть у вас я накрыла другим вторым лавашом и сворачиваю наш рулетик этот рулет как и все остальные я сейчас заверну в пленку и отправлю в холодильник на полочку еще хочу с вами поделиться классным видео мы снимали меню на новый год обязательно его посмотрите возможно вы найдете идеи для своего праздничного стола с мясом и с рыбкой было теперь будет с грибочками и с сыром для этого я сыр сначала нарезаю на пластинки потом нарезаем на кубики здесь у меня 250 грамм шампиньонов обжаренных с одной луковичкой добавляю туда наш сыр 30 граммов зелени укропа вы можете добавить любую зелень которая нравится вам и щедрую столовую ложку сметаны теперь с помощью ложки все перемешиваю сыр очень легко разминается и у нас получится сочная очень вкусная начинка с грибами и сыром нашу сочную начинку с грибочками точно также распределяю по всей поверхности лаваша и опять заворачиваем наш рулетик теперь остается завернуть наш рулетик в пленку и отправить холодильник к его друзьям готовим начинку для четвертого рулетика 150 граммов рассольного сыра сыра для салата добавляю сюда 3 столовые ложки сметаны сметаны кстати у меня 15 процентов и как всегда все ингредиенты будут в описании под этим видео перчу и добавляю чайную ложечку лимонного сока чуть не забыла добавить зелень все стало намного ярче и ароматнее теперь все хорошенечко перемешиваем для того чтобы у нас получился очень вкусный и нежный крем вот такой яркий желтенький перчик у меня есть нарезаю его сначала соломкой а потом буду нарезать его мелко-мелко крем я начинаю распределять по лавашу кладу сначала на серединку потом буду распределять его к краям это уже очень вкусно сделаем все еще лучше посыпаю красивым ярким желтым сладким перцем и еще я добавляю маслины и оливки казалось бы такие простые ингредиенты но этот рецепт мой самый самый любимый вот такой пухленький у нас получился рулет заворачиваем в пленку отправляем холодильник и вот мы с вами уже на финишной прямой будем готовить 5 вкусный вариант а перед тем как его готовить дам вам ссылку на соус томатный которым мы заменили кетчуп потому что в этом рецепте я его использую пятый вариант для тех людей которые постятся либо не употребляют мясо по каким-то другим причинам потому что я знаю что такие люди тоже есть нашем сообществе и никогда не забывай приготовить вкусный рецептик начинаем здесь у меня 150 граммов корейской морковки добавляю 150 граммов отварной фасоли вы можете использовать консервирование и вот он наш домашний томатный соус добавляю две столовые ложки соуса вот такой он красивый и очень очень вкусный еще добавляет 30 граммов зелени зелень один из лучших источников витаминов в холодное время года теперь мы с вами все хорошенечко перемешиваем и наша простая постная начинка без мяса будет готова щедро выкладываем нашу красивую яркую кстати очень сытную начинку такой рецепт можно приготовить не только как праздничный постный вариант но и просто на завтрак благодаря фасоли получается очень сытно ну и конечно вкусно и вот наш пятый красавчик готов тоже его упакуем в пленочку и отправим в холодильник минимум на 1 час мы с вами увидимся через час для того чтобы посмотреть как празднично и аппетитно они выглядят еще сейчас я с вами поделюсь одной полезной очень ссылкой это 10 соусов и заправок на замену майонеза попробуйте очень многим они помогли разнообразить свое питание и к новому году я думаю это очень актуально обязательно попробуйте и конечно жду ваши отзывы увидимся через час как вы видите час уже прошел рулетики остыли я их нарезала на вот такие красивые ломтики мои любимые самые самые любимые с мягким сыром сладким красивым перчиком масляными оливками в серединке вот с грибочками вот красивые и вкусные и полезные рулетики с авокадо вот наши постные рулетики с фасолью и морковкой и вот нежнейшие вкуснейшие рулетики с курочкой орехами и черносливом я уверена что это видео поможет вам добавить разнообразие на ваш новогодний стол или как вариант для завтрака это просто отлично подходит готовится быстро и обязательно делитесь вашими начинками с чем вы любите делать рулетики это всегда мне помогает потому что так я нахожу свое вдохновение большое спасибо за ваши комментарии а вот здесь появятся еще наши новые полезные ну и конечно интересные и вкусные видео с вами была предновогодняя мария мироневич я желаю всем добра любви и конечно отличного настроения се看 под 움직икацию я желаю тебе отдохновение Rép Однако благодаря вам вашему ведению AP